Человек зашел в Мекку Что он должен делать? Лучше всего, чтобы он начал, если зашел в Мекку, и отправился в мечеть Харам Однако, если он пойдет в гостиницу, чтобы там чуть отдохнуть, то нет проблем Когда он заходит в мечеть Харам, он должен открыть свое правое плечо Конец верхней накидки закидывает на левое плечо Подходит и становится напротив угла, где стоит черный камень Говорит бисмиллаху акбар, указывая на это рукой Потом он начинает делать талаф, пока черного камня, пока опять не дойдет до черного камня Первые три шага он делает легким бегом Если на то есть возможность Когда делает талаф, много поминает имя Всевышнего Аллаха Читает Куран Читает благословения на пророк Саласа Нет ни одного достоинного хадиса, в котором было бы указание, что в первом кругу говорятся такие слова, во втором говорятся такие слова Все это является новшеством Если он не знает арабский язык, то делает дуа на русском языке, нет проблем Когда он доходит до Йеменского угла, а это предшествующий угол, в котором установлен черный камень Если может прикоснуться к этому Йеменскому углу, то хорошо Если нет, то просто проходит, не говорит Аллаху Акбар, не поднимает свою руку Если он проходит Йеменский угол и между Йеменским углом и тем углом, где черный камень, для него является желательным говорить О Аллах, надели нас благо на этом свете, надели нас благо на том свете и спаси нас от мучения от огня Это аят, и поэтому ничего к этому аяту добавлять не надо, как это делают некоторые невежные люди, да поведет Аллах их и нас по прямому пути Говорят, например, я Азиз, я Гафар, о Господь миров И когда доходит до черного камня, поднимает руку и говорит, бисмилляхи Аллаху Акбар, и начинает второй свете И так, пока не пройдет все семь кругов Если он закончил седьмой круг и опять подходит, заканчивая седьмой круг к углу, где черный камень, он уже не говорит так, били, не поднимает руку На этом закончился его таваф Ему надо закрыть свое правое плечо И ему надо отойти далеко от того места, где люди делают таваф Сунна является то, что он должен встать за местом Ибрагима так, чтобы между ним и Кабой ставил место Ибрагима, даже если это будет далеко Он должен прочитать два раката Эти два раката являются сунной тавафа В первом ракате после суры Фатиха читает суру Кулия Аюхал-Каферун Если он ее знает наизусть, в противном случае читает то, что знает из сур Во втором ракате после суры Фатиха читает суру Кулия Аюхал-Каферун На этом, по милости Аллаха, закончился таваф